Экономически нестабильная ситуация в стране привела к тяжелым последствиям в сфере труда и занятости населения. С начала года количество безработных граждан в России выросло на 12%, а количество вакансий в службе занятости сократилось на 13,6%. В Саратове жители, вставших на учет по поиску работы, выросло на 7%. Увеличение роста безработицы началось с конца января, с начала февраля. Если стояло на учете, у нас порядка 140 человек где-то в начале года, то сейчас около 170. Мы закладываем, что не более чем на 20% еще, вот к сегодняшней цифре, где-то на 20% может быть увеличение. Во всяком случае, власти уверяют, что ситуация сейчас гораздо спокойнее, чем в период прошлого кризиса 2009 года. Но найти высокооплачиваемую работу по специальности на сегодняшний день представляет собой большую проблему. Во-первых, потому что далеко не все профессии востребованы на рынке труда. И зачастую выбранная любимая специальность в реальности не оправдывает ожидания. Вообще образование у меня эколога. Моя профессия не очень востребована на рынке труда и тяжело найти. Работал геодезистами. Но вот у нас филиал в Саратове сократили организацию московскую. Филиал был сокращен в конце года. И поэтому я остался без работы. То есть по сокращению? Ну, официально нет, по сокращению, конечно. По соглашению сторон. Но как бы работодатель вынудил. В центре занятости еженедельно проводят консультацию для новоприбывших на биржу, где стараются для любого гражданина найти подходящую вакансию. Но теперь возникают трудности со стороны работодателя, которые сейчас предпочитают мужчин, женщинам, а недавних студентов – опытным специалистам со стажем работы. Востребованность профессии тоже играет свою роль. Молодежь приходит, заканчивают, например, информационные какие-то технологии или по связям с общественностью. Какие-то профессии, скажем, неконкретные. Вот сложно. Но смотрим менеджеры. Менеджеры очень востребованы всякие. И в торговле, и в консультанты, и так далее. Бухгалтеры, они всегда как были востребованы, так и есть. Как и главные, и среднего, и любого уровня. Рабочие практически все востребованы. Какие начинают слесари, токари, всякие крановщики, водители и так далее. Кроме того, в специальных центрах существует услуга содействия самозанятости безработных граждан. Государство предлагает финансовую поддержку начинающим предпринимателям. Только раньше она составляла около 58 тысяч, а сейчас всего 10. Также предлагают бесплатные краткосрочные курсы переподготовки кадров. Я должен сняться с учета, не стать безработным. Но при этом я не получаю конкретную работу. Пройти в данном случае переобучение по какой-то профессиональной деятельности, а я в этой деятельности, в принципе, не ориентируюсь. То есть нет профессиональных навыков. Поэтому я не могу на себя рассчитывать, что я могу сдать. Я не могу, допустим, от центра занятости прийти на производство уже. И чтобы, получая какую-то приемлемую заработную плату, не 4 800, а чтобы содержать хоть как-то семью. Выходит, что тревожная ситуация на рынке труда существовала и ранее. Только в условиях кризиса она усугубилась. И положительная динамика пока не прогнозируется. Валерия Павелко, Анатолий Милосердов, Открытый канал.